Хрустальные звездочки вновь осветили орлядские просторы. Полуфинал фестиваля для талантливых детей, сотрудников Федеральной службы судебных приставов, иных правоохранительных и госструктур уже по традиции прошел во Всероссийском детском центре «Орленок». В девятый раз юные певцы, танцоры и инструменталы удивляли жюри своим мастерством. В этом году фестиваль собрал 100 ребят из 31 региона России. Об уникальных историях конкурсантов расскажет Надежда Резаева. Бах написал свою первую композицию в 15 лет, Бетховен в 12, а 10-летний Никита Лученко уже может исполнить 48 собственных мелодий. Играть в лагере, в музыкальном классе, на сцене для Никиты неважно место. Главное – играть и сочинять музыку, ведь это его любимые занятия. Я не знаю, с чего я взял сочинять музыку, но просто решил сочинять и все. В ходе фестиваля ребята посещают мастер-классы от настоящих профессионалов, жюри конкурса, вокал, хореография, исполнительское и актерское мастерство. Совершенствоваться участники могут по разным направлениям. На мастер-классе у заслуженного работника культуры Московской области Елены Томилиной юные артисты узнают о правильном обращении с музыкальным инструментом, дыхании и постановке голоса. Также Елена Геннадьевна помогает ребятам устранить недочеты в выступлениях. Дети, они выносят нам свой труд. У них еще нет опыта публичных выступлений, они еще очень волнуются, они переживают, они переживают и за то, что скажут родители, и за публику, и боятся, конечно же, жюри. И поэтому это ребенок, он может даже просто элементарно растеряться, может просто элементарно что-то забыть. Его нужно поддержать. Самая юная участница «Хрустальных звездочек» – 7-летняя Маша Малькова. Вокалом она занимается всего два года, но уже добилась хороших результатов. Она не только прошла в финал, но и выступила на гала-концерте дуэтом вместе со своим папой. Оставляй твои следы, и по кругу зачепи, и бешишь от меня ты. Я чувствовала, что я люблю петь, у меня такое удовольствие. Классно было. Настоящим подарком для звездочек стала творческая встреча с победителем шоу «Один в один» и народный артист с певцом Русланом Олехно. В теплой атмосфере он рассказывает о профессиональном пути, делится с детьми секретами вокального мастерства и дает практические советы. Фестиваль открывает новые перспективы для участников. Юноши из квартета «Дети Кавказа» до конкурса были частью большого, но местного ансамбля народных танцев в Владикавказе. Желание поучаствовать в всероссийском конкурсе сподвигло ребят создать новый коллектив. Номер они подготовили всего за три месяца. Финал пройти не удалось, но для ребят главное – участие и дружба. Мы сплотились, все участники этого фестиваля. Вот если мы заехали, мы были как-то сами по себе, все ходили, а сейчас к середине смены у нас уже дружеские отношения. Лучшие «Хрустальные звездочки» выступают на сцене вместе с председателем жюри финального этапа народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Мэтр уже не первый год помогает проекту развиваться. Он вкладывает немало сил в фестиваль и уверен, что все не зря. Эти дети, которые увлечены и вовлечены в этот проект «Хрустальные звездочки», они никогда не позволят ничего негативного. Они всегда будут помнить о дружбе, о общении. И мы надеемся, что просто это будет поколение самых-самых преданных и добрых людей. Творчество объединяет крылья, дает нам свои, наши сердца наполняют цветом добра и любви. Прозвучали слова гимна фестиваля. Все номинации присвоены, имена финалистов известны. Но это не значит, что все закончилось. Впереди у ребят долгие годы творчества, концертов и дружбы. А у победителей полуфинала конкурса самый главный этап – итоговый, где и будут выявлены все призовые места. Финал пройдет уже этой осенью в Москве.